Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но я не вижу ни Осириса, ни ветра, который бы нам помог Чего им бояться? Они боятся Осириса И счастлив будет тот, кто ослепнет на этот день Фараон хочет, чтобы народ напал на храмы Надо это ускорить Лучше, если они нападут на день раньше Не жалейте золота Черни должна напасть на нас завтра в полуденный час Запомните Завтра в полдень Кто бы вы ни были Истинно верующие или язычники Именем богов Призываю вас Не сквернять храм Откройте ворота Мы хотим узнать, не замышляете ли вы измены против нашего государя Отдайте золото лабиринта Сын мой Пади ниц И моли богов Чтобы они простили тебе хощунство Это ты моли богов Чтобы они тебя защитили Прогоним жрецов О боги Под вашу защиту отдаю святые храмы Против которых выступают изменники и святотатцы Отвращаю лифт свой От проклятого народа И да не зайдет на землю Тьма Так вот Древнеегипетское жречество разработало Чтобы самим не погибнуть и не терпеть поражений Разработало Введение войн методом То что на современном языке мы называем Методом культурного сотрудничества Или войны информационные Для реализации своих замыслов Оно создало специфическое Войско о котором потом у нас с вами пойдет речь И я повторюсь Вот вся история человечества На глобальном уровне Это процесс концентрации Управления производительными силами И сейчас этот процесс фактически завершен А в России Вот в то время Три с половиной тысячи лет назад Такой социальной напряженности не было Вот представьте Мы живем с вами в одной деревне Характерами не сошлись Поругались Я ушел в соседний лес Дичь, рыба Поставил себе избу Леса много Ягоды, грибы Я проживу А в Египте там не уйдешь То есть некуда идти Пустыня Поэтому вот эта разница В социальной обстановке Она и подвигла Руководителей древнего Египта В лице древнеегипетского жречества На разработку методов ведения войн Вот культурным сотрудничеством Сейчас вот это то что многие политики называют Мировое правительство Силы запада там как Жириновский Мировое закулисье Это есть И сейчас Начиная со времен древнего Египта Вот эта мафия Которая управляет процессами на планете Земля Она мигрировала И сейчас ее основная штаб-квартира Это Швейцария Кстати вот информация к размышлению Многие зрители наверняка смотрели фильм 17 мгновений весны Про Штирлиц Если там помните Вот вся Европа полыхала в пожарах войны А доктор Плечнер кормил лебедей В Женевском озере И спрашивается Если фюрер был такой лихой и малый То почему бы ему не взять И не грабануть швейцарские банки Там же ведь деньги, золото лежало А Гитлер туда не пошел То есть Швейцария была неприкосновенной Почему? Да потому что Гитлер прекрасно понимал Что в Швейцарии находятся его хозяева И весь победный марш Гитлера по Европе Был ничем иным Как сдача ему под единое руководство Всего людского, промышленного и военного потенциала Европы Для броска на СССР А зачем? А дело в том, что Осуществляя вот эту самую глобализацию Вот эти глобализаторы Они подвели человечество К глобальному системному кризису И существование этого кризиса Также признают все ученые То есть вы сами многие знаете о том Что кризис экологический Его все знают Кризис экономический Кризис кредитно-финансовой системы Кризис военный Вот куда ни кинь, везде клин Проблемы, значит, на земле Тут и там Более того, я могу подтвердить Что вот причины существования этого кризиса Они обнажились на конференции в Йоханнесбурге Что это за конференция В августе 2002 года Собрались на вторую конференцию Руководители, либо первые лица, либо вторые лица Всех глав государств планеты Земля И речь шла о том, а что же делать Вот как жить вместе всем странам и народам на нашей планете Первая такая конференция была в Рио-де-Жанейре в 1992 году От нашей страны тогда ее представлял нашу Россию Рудской А в Йоханнесбурге Касьянов представлял И вот эти главы государств на этих И на первой, и на второй конференции Они, ну как бы, решали вопросы Как жить между собой И, что примечательно, собравшись первый раз И выдвинув задачи, ну, сохранения экологии планеты Может быть, кто-то слышал, вот так называемый Киотский протокол сохранения экологии Через 10 лет, собравшись в Йоханнесбурге Было признано, что положение не только не улучшилось Но ухудшилось Вот все, что я сейчас скажу Это, ну, можно посмотреть, в частности Журнал «Эксперт» номер 37 От 2 сентября 2002 года Вот те цифры, которые сейчас я назову Они там приведены Это элитарный такой журнал для элиты Там говорится, описывая ситуацию в Йоханнесбурге Что 15% населения планеты Это так называемые благополучные страны Европы И Соединенные Штаты Америки Они потребляют, вот эти 15%, потребляют 75% всех ресурсов, добываемых человечеством на планете Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...